Прочтите, пожалуйста, я не знаю, изменилось что-нибудь у вас сейчас или нет, но... Так, я попробую... Да, вот, это тот сам посох, это фиолетовый посох такой, который заменяет блоки на эквивалентные ему. Я сам долго не понимал вообще, как он работает, и вот сейчас понял, я хочу вам тоже рассказать, как он работает, потому что довольно интересная штука. Так, всё, элементарнейшее, что случается. Крафится тоже довольно просто, и сейчас вы это увидите. Вот таким вот образом. Давайте его достанем, и я вам покажу, что он может делать. Так, вот наш посох, он такой фиолетовый, как вы видите, и... Теперь я расскажу вам, что он делает. Подходим к любому блоку, нажимаем Shift и тыкаем правой кнопкой мыши по боку. Как видите, у нас снизу выбрал все этот блок. Для чего мы его можем использовать, спросите вы? Да очень просто, этот посох заменяет другие блоки на тот блок, который вы выбрали. Но он, кстати, вам не даст этот блок. Ну вот, например, у меня тут есть земля, и я кликну правой кнопкой мыши по этой земле, тогда, когда у меня выбран грузник. Вуаля! Он заменил блоки из нашего инвентаря, маленько пропали. Он использует блоки. Нам земля никакая не передавать, насколько я понимаю. Нет, она передается, земля тоже передается. Превосходно. Этот посох так и работает, кстати, очень полезно в шахтах, я думаю. Хотя я не уверен, может ли он копать вообще, я бы скажу. И давайте перейдем еще к одному посоху, я думаю, посмотрим его. Думаю, это был... Да. Это будет тот самый посох, который копает, на который я еще удачно накладывал в прошлой серии, когда сказывал зачарование. Сейчас мы его быстро изучим, потому что я более-менее представляю, как его можно скрафтить. Или нет. И я нашел, что это было, и это был не совсем посох. Я сейчас изучил мотыгу, самую, ну, мотыгу, которая, короче говоря, это первый инструмент, который мы можем получать из посохов. Это мотыга, она получается из посоха обмена. Делается она посох обмена, плюс мотыга, это довольно просто. И основное отличие этой мотыги от обычной мотыги заключается в том, что, во-первых, она работает как костная мука. Давайте я вам покажу, как она работает. Вот у меня эта мотыга, та самая мотыга. И вот у нас тут земля. Тыкаем право, как мышь по земле, и... Вуаля, вскапывается сразу большой участок. Но это еще не все. Эта мотыга также работает не просто как... Ну, не просто как обычная мотыга, только на больший слой. Нет, она работает еще и как костная мука. Вуаля. Как видите, мы можем выращивать с помощью этой мотыги пшеницу, можем выращивать деревья, картошку, арбузы, все что угодно. Эта мотыга очень полезная и вообще, на самом деле, очень удобно. Если еще и зачаровать на репейр, это инструмент, так что для него репейр, то у вас будет практически бесконечный источник костной муки. А это вроде бы клево. И давайте сразу к следующему рецепту перейдем, потому что я хотел зачем-то остановить запись, но... Ладно. Отлично. Сейчас мы создадим наш топор. Этот топор получается путем слияния посоха мороза и инструмента топора. Мы прямо сейчас его создадим с вами. В принципе, насколько я помню, он не отличается от обычного топора и вообще ничем. Но может быть я и ошибаюсь. Сейчас мы с вами посмотрим, когда изучим. Так, нам нужна скорость. Скорость у нас есть в этих шардах. Так, вуаля. Вот наш топор. И сейчас мы с вами посмотрим, что он умеет делать. Так, я как всегда не отключил коллектив. Так, вот топор. И сейчас вам расскажу, что он умеет делать. Так, вот у меня в руках тот самый топор, о котором мы говорили. И сейчас я вам покажу, что он делает. Честно говоря, до того, как я сюда не пришел, я и сам не знал, что он делает. Но сейчас я вам покажу. Берём этот блок и начинаем его рубить. Слышите, что-то происходит? Всё верно. На самом деле он рубит блоки, которые находятся за ним. То есть, если у нас есть дерево, то он будет рубить сначала блоки этого дерева, а потом вы уже сможете дорубить сам этот блок. Как видите, да? Опа. То есть, таким образом мы можем срубить всё дерево, практически не лазя в листве и не ища там последнюю ветку недорубленную. Вот. Я сам этого не знал, но, знаете, как говорил Кенни из Ходячих Мертвецов, Everyday is School Day, так что, вот. И наш следующий посох, который мы с вами изучим, это, насколько я помню, это посох как раз-таки тот самый, о котором я уже говорил. Это посох, который, а может быть, они нет, вскапывают землю и вообще вскапывают всё. А может быть, это и не он. Я могу ошибаться. Сейчас мы добавим комментарии и увидим. Да, это тот самый зелёный посох, который копает, в принципе, практически всё. Возьмём его в руки и поставим сюда, вот, например, вот так вот, блоков. Берём его и правом к мыши нажимаем на блок, и он вскапывает их. И вскапывает он практически любые блоки. Таким вот образом можно вскапывать всё. Можно вскапывать вот это, как видите, да, он, ну, короче говоря, он работает как обычная кирка, наверное. Нет, даже лучше, он работает вообще и как лопата, и как кирка, и как топор наверняка он работает. Сейчас мы с вами это проверим. Да. Универсальный инструмент, практически, это довольно удобно. И сейчас, я думаю, мы с вами сразу же увидим, какой инструмент можно скрафтить из неё. Из него, из этого посоха. Из этого посоха, насколько я успел понять, мы можем скрафтить довольно неплохую такую лопату. И сейчас я вам покажу рецепт, то есть вы уже сами можете видеть его на своих экранах. Я сейчас доведу последний элемент взрыва. И расскажу вам, чем эта лопата, особенно мне, очень понравилась. Потому что это реально очень крутая лопата. Она делается из посоха земли. И сейчас мы с вами увидим, что она делает. Как видите, у нас здесь есть некоторое количество земли. И у нас есть эта лопата. Это та самая лопата, которую мы только что скрафтили с вами. Ну, я не крафтил её, она крафтится добавлением лопаты к этому просоху. Это, в принципе, логично. Видите, у нас тут земля. Как нам её вскопать, её спросите бы? Обычным способом. Берём, ну, например, блок посередине и копаем. Вуаля. Она копает сразу вот такое вот количество блоков, насколько я понимаю. Вот так вот как-то. И вверх так. Нет, вверх не так же. Но всё равно, она копает сразу много блоков, а это очень круто. А если вы ещё и на удачу её зачаруете и вскопнёте глину, скажем, таким образом, то просто фонтан глины на вас посыпется, и это очень клёво. Вот. И следующий посох, который я вам покажу, это посох огня. Как вы видели, крафтится он вот таким вот образом. Огонь, взрыв, оружие. Ну, как вот, видите, вот наверху страницы здесь нарисованы элементы, которые вам нужны. И там вы видели, я быстро просто взял его. Взрыв, магия, оружие и огонь. Неизучаем его. Вот. Это вот этот посох. И я вам сейчас покажу, как он работает. В принципе, ничего необычного. Это посох огня, ведь. Оля. Ну, думаю, его кроме как оружия применять, в принципе, и незачем. Так что... Только жечь коров. Кстати, мясо выпадает сразу с жареное, и это, наверное, единственная прикладная такая часть, для которой можно использовать этот посох. Больше я причин крафтить такое странное оружие не вижу. Перейдём к следующему. И вот мы с вами подошли к одной из моих любимых вещей в том крафте. Это кирка. Волшебная кирка, которая позволяет нам... Она открывает нам кучу возможностей, на самом деле. Вот. Она выглядит вот таким вот образом. И она копает, в принципе, как алмазная, может быть, да? Но! Её отличительная особенность состоит в том, что с мощью мы можем простукивать стены. Вот, к примеру. Тыкаем право кнопку мыши по этому блоку. Видите? Мы увидели стекло за этим блоком. Скапываем. Вуаля! Тут алмаз. И верно. Алмазы это как бы... Как бы стекло. И поэтому... Кристаллы. И мы видим кристаллы. То есть она показывает, какие аспекты находятся за стеной. Вот, например, тут земля находится. Вот тут земля. Вот тут земля. Тут ткань. Это с помощью этой кирки можно вот очень удобно просто рыть такие длинные проходы, а потом бегать и простукивать стены, и находить алмазы, и другие полезные вам ресурсы. Всё, видите? Алмазов больше нет. И, как вы видите, она подсвечивала именно аспект алмазов, то есть 12 кристаллов. Это очень удобно, на самом деле, в шахте. А если зачаровать её на репэр, а потом ещё на удачу, то это будет просто вот... Ну, с этого будет огромный профит, потому что эта кирка будет просто... Ну, реально самой крутой киркой в игре, которую только можно вообще представить себе. Так что, вот, крафтить её обязательно. Кстати, крафтится она с помощью огненного посоха и кирки, но вы это и сами могли бы посмотреть. И последний на сегодня посох, это посох молнии. Крафтится, то есть изучается он вот таким вот образом, замираем его, смотрим, изучаем. И вот этот посох у нас. Как вы видите, он весьма логичный, что он использует молнию для атаки. Это весьма понятно. Возьмём корову и убьём её. Как видите, она ещё и поджигает её. Это довольно мощное оружие, но, в принципе, как оружие тоже использовать не стоит. Сам по себе посох, потому что из него можно сделать куда более крутой меч. И сейчас вы его увидите. И последний на сегодня рецепт, это меч зефира. То есть, насколько я понимаю, меч, ну, не знаю, ветра. Зефир, это, по-моему, такой, знаете, ветер, завихрение. Изучаем его. Так, вот он у нас появляется. Это, как видите, он крафтится из посоха свет, посоха молнии. Берём его, крафтится так же, как ещё остальное. И вот так вот он выглядит. В чём его основное отличие от обычного меча? Во-первых, когда мы нажимаем правую кнопку мыши, вот тут у нас поднимается ветер. И это имеет довольно прикладной характер. Вот смотрите. Вот, к примеру, у нас тут коровы есть. Подходим к ним с этим мечом и нажимаем правую кнопку мыши. Как видите, они разлетаются. Но это ещё не всё. Бьём одну корову и... Во-первых, он очень мощный, но это не то, что я хотел показать. Ладно, убьём этих коров, они очень... Так, ничего нам не сделают. Так, поставим двух коров рядом. И ударим. Как видите, они обе получили урон. Этот меч бьёт ещё и по площади. Он не просто... Давай. Этот меч бьёт ещё и по площади. Но... Что самое интересное, с помощью него мы можем также ещё и приземляться. Зажимаем правую кнопку мыши и медленно приземляемся. Всё это спасает нас от урона, от падения. И это очень круто, на самом деле. Также этот... Насколько я помню, вот это вот завихрение вокруг нас должно отбивать стрелы. Но... Когда я играл с ним, там ещё был Дивайн РПГ, он стрелы не особо отбивал. Но, в принципе, это... Это довольно хорошая защита от других молоков, включая криперов. Криперов тоже откидывает довольно неплохо. Так, и они... Они, может, даже если и взорвутся, то урона вам почти не нанесётся. И поэтому этот меч, он очень полезный. И вообще очень клёвый. Вот. И, как видите, мы сегодня изучили с вами все посохи и все инструменты, которые с ними связаны. На следующий раз мы с вами изучим, наверное, уже вот эти вот бутылочки. И начнём изучать големострой. А големострой это самое интересное, что есть в новом крафте. Кроме, конечно же, вот этого меча и кирки, я обознаю эти вещи. А с вами был Денис. И спасибо за ваше время. Субтитры создавал DimaTorzok